Почему-то эти две функции очень интересные, и они в некотором смысле более могучие, чем все, что были перед ними. Когда смотришь на вот это вот сочетание ноликов и единиц, то на самом деле кажется, что ничем они особо... Ну, нолики и единицы, здесь нолики и единицы. Что, собственно говоря, такого нолики и единиц, оказывается, что эти две функции, и только они из вот этих вот всех 16 обладают тем свойством, что если у вас есть штрих 6, точнее, если у вас есть много штрихов 6, то вы можете через них выразить абсолютно любую другую из имеющихся функций. И дальше, если у вас есть стрелка пирса, через функции нужно выразить другую. То есть сейчас берем какой-нибудь предмет с штриха или со стрелок. Сделаем такую работу через штрих выразить все 16 функций. Не-е-е-е. Что же, не? Выразить значит выразить. У вас есть такое устройство, у которого два входных провода. Вы должны... У вас много. И с каждого можно идти несколько проводочек. Когда мы из устройства сделали его, то его можно посылать еще в новость. Вы должны сделать такую электрическую схему, которая при помощи только штрихов делает все-все-все-все-все-все. Интересно, что есть способная на это? Нет, только ребят, я не требую от освещения всех 16 задач сам. В вашем распоряжении штрих шефера. Как при помощи него сделать, внимание, любую из этих 16 функций? Как придумать то, что делает из любого входящего сигнала выходящий мой? Или как из любого входящего сигнала получить единичку? Да и нет? Или как получить нет? Штрих шефера, он сам по себе у нас есть. Давайте ставить здесь плюсики в знак того, что мы это сделаем. Штрих шефера у нас есть сейчас. Что он еще может быстро сделать, имея в своем распоряжении? А и Б. Не слышал. Что? А и Б. Как? Челлендж штрих шефера, как получить А и Б? Нет, слушайте, давайте так. Вы хотя бы единичку получите. А где? Как? Челлендж шефера. Вот в вашем распоряжении блоки, каждый из которых, это штрих шефера. Как из них получить, чтобы на выходе была всегда единица? Как? Представьте, у вас есть провод, на котором вам подают сигнал А. У вас есть провод, по которому вам подают сигнал В. Вы должны поставить, у вас есть такие схемы, каждый из которых, это вот это завышенное решение. Вы должны как-то, как-то, как-то придумать театрическую схему. В конце вы должны получить только единицы. Да? Можно эти провода снизить другую сторону. Почему? Соединить А и Б, конечно, можно, но тогда в одном из случаев будет ноль. В случае, когда у вас А и В, это единички, вот там, у вас будет ноль. А надо взять только одну букву, то есть один только провод. Нет? Взять не оба провода, а один. А один провод пусть в воздухе болтается. Слушайте, это разумная мысль. Если мы берем действительно просто провод сам с собой, ну то есть в этом месте делаем разминку и подключаем его сюда. Да? Только один. Так, то есть математически это записывается так. А штрих шейфера А. Давайте подумаем. Если у нас ноль штрих шейфера ноль, то это что такое? То это единица. А если один штрих шейфера один, то это что? Ноль. Неправда. Один штрих шейфера один это? Ноль. Это ноль. Ребята, что это за функция получилась? Что такое А штрих шейфера А? Не А. Это не А, молодцы. Это не А. Все, пишем сюда. Получить ноль как? Только другой проб. То есть не пробовать А, а именно пробовать В. Не то. Не то, не то. Ноль так и не получили. Да что? Единица. Единицу придумали? Да. Продиктуй форму. Ну, обозначен за С блок А штрих шейфера Б. Тогда это будет С большой штрих, С штрих шейфера С. Давайте А, и С, и А. Итак, А дальше. Штрих шейфера Б. Да не нужно было Б. Ты аж получил единицу, достаточно 1 в А. Просто там, где ты пишешь цена, наезде ты подразъясни А. Ребята, я могу получить функцию, то есть равняй единице. Понятно, что достаточно взять только одну букву А. Вопрос, сколько раз мне ему надо применять этот самый штрих шейфера и в каком порядке? И чтобы получать нолик, разумеется, тоже надо начать именно с буквы А и опять в каком же порядке применять эти четыре шейфера. Кстати, нолик это не единица, а единица это не нолик. А отрицание мы с вами писать имеем, правильно? А отрицание это А штрих шейфера А. А если А это единица, тогда это наоборот у нас будет ноль, а это будет единица. А единица с нулем это единица. Ребята, победа. Победа. Мы с вами получили формулу для единицы. Давайте я ее напишу вот прямо здесь. Итак, вот что это такое. А штрих шейфера А штрих шейфера А. Отлично. Отлично. Кто теперь скажет, как мгновенно получить нолик? Вы помните, как писать отрицание? Надо просто повторить этот парад. Давайте повторим. А штрих шейфера А штрих шейфера А. Все это в склопках. С штрих шейфера и опять то же самое. Ура. Нолик мы тоже сделали. Это совершенно недостаточно. Ну хотя бы и. И по-другому называется конюнция. Или по-другому называется дизьюнция. Вот если бы кто-нибудь из вас сумел получить этот штрих шейфера. И это было бы здорово. Тогда я, может быть, даже и даришься. Столкну. Смотрите, он два раза повторял эту форму. А вы знаете, что когда два раза повторяющий станет штрих шейфера, то это на самом деле отрицание. Значит, для вот этого столкца надо взять отрицание. Это ноль, ноль, ноль и один. А что такое ноль, ноль, ноль и один? Это знак И. Господа, давайте все фиксируем. Оказывается, конюнкция через штрих шейфера вычисляется вот таким вот образом отрицание. Это мы с вами будем. Дальше. Если есть А штрих шейфера А и его поставить рядом с В штрих шейфера В, то это на самом деле будет то же самое, что А или В. Давайте попытаюсь объяснить, почему. Дело в том, что А штрих шейфера А это отрицание А. В шейфера В это отрицание В. А вот когда между ними поставили штрих шейфер, то нетрудно понять, что на самом деле это то же самое, что отрицание. Вот давайте попробуем. Штрих шейфера это отрицание для знака И. Такая штука. И, соответственно, легко проверить, что это важно. Следующая. Можно аккуратно выписывать формулы. Проверить две формулы обладают тем запахом и свойством, что любой из них на самом деле достаточно не просто для того, чтобы выразить какие, какую-нибудь там функцию, а для того, чтобы выразить все, абсолютно все функции этой самой алкоголы.